Меркулов Фолья, коммерческий директор компании «Разан». Наш прогноз как производителя банковских карт очень оптимистичный. Мы ожидаем большую миссию в этом году, как в рамках традиционных платежных систем Visa MasterCard, так и в более экзотических для нашего региона платежных систем, как в American Express, JCB, UnionPay, ну и отечественные платежные системы Pro100, ну и возможно какие-то новые. Мы оцениваем проникновение стандарта EMV в нашем регионе в 60-65% на текущий момент. Ну, я считаю, что мы, как производители этих карт, лучше других игроков рынка владеем оперативной обстановкой по данному вопросу. Планируем, что в следующем году проникновение составит порядка 85-90%. Мы видим, что сейчас наш регион догоняет лидеров западной и центральной Европы по проникновению EMV стандарта. С нашей точки зрения, прежде всего, это обусловлено высокими темпами фродо, роста фродо в нашем регионе. Ну и мы крайне оптимистично настроены, считаем, что EMV стандарт надо внедрять, надо увеличивать количество карт стандарта EMV. Касательно национальной платежной системы, с нашей точки зрения, бессмысленно выпускать карты только на магнитном полосе. Безусловно, надо использовать международные отраслевые стандарты и выпускать карты сразу на ЧП. С нашей точки зрения, на текущий момент уровень фродо, мошенничества, может быть, не такой высокий, как у наших коллег в США или в Западной Европе. Однако, темпы его роста они настораживают. И с нашей точки зрения, это один из основных пойнтов, почему сейчас EMV-миграция так активно внедряется. Безусловно, есть рынки, как США, например, где вообще отсутствует карта стандарта EMV. Тем не менее, они тоже видят эту тенденцию, собираются приступить к этой миграции в течение следующих двух лет. С моей точки зрения, безусловно, конечно, нам тяжело прокомментировать какие-то законодательные инициативы. Это все-таки не наша компетенция. С нашей точки зрения, как производители карт, нормативная вся база, она уже принята, она актуальна. Ее нужно просто выполнять. Это достаточно инновационная и сложная технология, сложная область для правоприменения. Однако, мы уверены, что наши коллеги рано или поздно наберутся необходимого опыта. И, скажем так, для них это станет артина. Касательно скоринга, наверное, все-таки не наша отрасль. Здесь мне тяжело что-ли прокомментировать. Касательно важности социальных сетей и, в принципе, интерфейсов общения с новыми группами, новыми нишами среди потенциальных заказчиков. Достаточно привести пример Рокетбанка, который, Адресовал, сделав новый продукт, адресовал его Специфической группе людей, добился просто гигантского, я считаю, успеха. Этот пример очень показателен. Ну и, в общем-то, доказывает важность общения с заказчиком непосредственно новых способов коммуникации. Мобильными платежами сейчас двоякая ситуация. С одной стороны, у нас достаточно развиты платежи мобильные с использованием СМС. Однако, с моей точки зрения, они очень плохо отрегулированы. Практически у всех граждан в жизни хотя бы раз была такая ситуация, когда он неожиданно обращал внимание на то, что у него баланс стремится к нулю за счет того, что были какие-то непонятные транзакции. Безусловно, здесь эту ситуацию нужно каким-то образом исправлять, ввести, вводить дополнительное регулирование, регулировать этот рынок. С другой стороны, есть область NFC. И здесь, безусловно, есть проблема с инфраструктурой. К сожалению, на данный момент инфраструктура для приема развивается, но ее, мягко говоря, недостаточно. С другой стороны, в принципе, NFC телефонов сейчас еще мало. Это тоже сильно ограничивает возможности мобильных платежей с использованием NFC. Фондю любит тебя! 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 Продолжение следует...